Здарова, комрады! И сегодня мы протестируем в полевых условиях Samsung Galaxy S7 Edge. На этот раз мы снимали Samsung Galaxy S7 с флагмана прошлого поколения LG G4. В прошлом шаталоте он великолепно себя показал, и мы решили, что было бы здорово поставить его против современника. Да, пусть и с другого лагеря, но тем не менее сравнение будет довольно интересно. Мы находимся в парке, для того, чтобы проверить, насколько вообще он будет хорошо снимать в реальных условиях. И самое что интересное, мы находимся в довольно паршивых условиях, тут капает дождь, сейчас холодно. Но интерес заключается в том, что Samsung Galaxy S7 снабжен влагостойкостью или водозащитой. Ну да, водозащитой, он все-таки полностью может погружаться в воду. Вот, и то есть, короче говоря, ему на самом деле по барабану, насколько он там мокрый, не мокрый. И поэтому мы можем провести это тестирование, не боясь, что его там закоротит. Интересно, что ты получаешь, когда меняешь флагман одного поколения на флагман другого поколения. В рамках одного промежутка времени все флагманы примерно одинаковые по качеству снимков. И это много кто отмечал, то есть там надо прям пиксели рассматривать, чтобы заметить что-то. Для начала посмотрим, сколько вообще детализации он может захватить с сцены. Так, фокусируемся, полностью автоматический режим. HDR у нас авто. Снимок. Это все без попаралок. Ну, выглядит, во всяком случае, неплохо. Чуть более посложнее, что-нибудь возьмем, посмотрим, как он работает в стенях и сколько деталей мы сможем получить там. Возьмем чуть более темную сцену. Так вот, неплохо и попробуем, пожалуй, макро снять. Здесь не очень хорошие условия, но это нам и надо. Я упор возьму, чтобы полегче было. В авторежиме. И попробуем в мануальном. Вот здесь режим Pro есть, и вот если взять все режимы, вот он Pro получается. И предустановлены сцены. То есть, как обычно мы привыкли видеть. По программной составляющей никаких проблем здесь обнаружено, естественно, не было. Ни у LG, ни у Samsung с этим никаких проблем нет. В том числе с диапазоном выдержек в ручном режиме. То есть, вот она минимальная дистанция фокусировки получается. Делаем снимок. Итак, а теперь мы дадим шансы обоим нашим участникам и сфотографируем их с упора. Так, хорошо. Теперь. Нормально. Так, порядок. Перейдем к следующей сцене. Итак, а сейчас мы проверим качество стабилизации, как обычно. И здесь небольшое замечание. На Samsung я выставлю качество видео. Что здесь, что здесь. Не 4К, а 4HD, дабы сравнять условия. Итак, делаем мутерброд. И запись пошла. На вытянутой руке совершенно не беспокоятся отрезки. В тяжелейшие условия поставим. То есть, вот вообще. В общем, ситуация примерно такая же, как и с предыдущим поколением. С одной стороны, LG G4 показывает более широкий динамический диапазон. А с другой стороны, Samsung Galaxy S7 Edge лучше работает с цветами и сильнее и эффективнее шарпит свою картинку. А также в заслуге Samsung можно записать гораздо более качественный звук. Ну, вот вроде и все. Каких-то преимуществ стабилизатора Samsung по отношению к LG я не вижу. Может быть, видите вы. Итак, мы продолжаем тестирование. И вот мы в совсем сложных условиях. Сейчас моросит легкий дождь. Отвратительная погода. Мерзко. Зябко. В общем, самая та погода для того, чтобы протестировать камеру Samsung. Итак, у нас в авторежиме он определяет сцену. Вон, видно, что он сейчас с рук определил то, что мы снимаем с рук и снимаем ночью. Так, и снимем куда-нибудь в сторону дороги. Даже протрем. Что-то мне кажется, что он плохо протерт. Свеженькие линзы. Ну, вот совсем другое дело. Что очень нравится мне здесь, то, что он очень быстро делает снимок. То есть, например, если надо какую-то машину снять или движущийся объект, то нет проблем с захватом именно того действия, которое нужно. Он четко снимает в то время, как мы нажимаем на кнопку. Поэтому поймать какое-то событие, в общем-то, не составляет особого труда. А для других смартфонов это бывает проблемой. Ну, впрочем, нельзя сказать, что именно эта модель настолько успешна. В принципе, что S4, S5 и S6, они все довольно быстро снимали. Ну, вот, теперь, я думаю, имеет смысл сравнить с LG. И возьмем тоже наверх. Очень странная ситуация. Возможно, это из-за того, что все-таки мы пользуемся часто в редакции этим телефоном. И из-за этого такой косяк. Но, то есть, я утверждать не берусь. Вроде визуально он не поврежден никак. Попробуем прям один к одному снять в вертикальном режиме. То есть, ну, чтобы вообще подвоха не было. Итак. Видны некоторые проблемы у LG с оптикой. Еще раз. И теперь мы переместимся в студию и посмотрим на наши снимки. Итак. Вот мы видим первую нашу фотографию. Что мы здесь можем сказать по ней? Ну, во-первых, разница, опять же, небольшая абсолютно совершенно. Вот у нас справа LG G4. А слева, соответственно, Samsung. То есть, видно, что по резкости они примерно одинаковы. Но за счет разрешения большего LG здесь выезжает. Больше никаких аномалий я здесь не вижу. То есть, резкость оптики. Все это, в принципе, плюс-минус одно и то же. Ну, разве что у LG G4 больше видно шумов. Из-за менее агрессивного алгоритма у Samsung напротив. А вот две фотографии, которые мы снимали в макро-режиме. То есть, слева это, которая была сделана при автоматических настройках. А справа, соответственно, которая при ручной. То есть, там, где мы вручную ставили фокус. И вот здесь видно, что, несмотря на то, что, в общем-то, резкость невысокая. Что там, что там. Но, если уж сравнивать, то в ручных настройках получилось все же лучше. Это, по-моему, явно видно. А вот тут мы видим фотографию, которую мы снимали ночью уже. Что про него сказать? Во-первых, сразу бросается в глаза разная цветопередача. То есть, Samsung снимает как есть. А LG пытается компенсировать вот эти вот теплые свет фонарей изменением баланса белого. Посмотрим на детализацию. Правда, здесь надо бы сказать, что снимки сняты все же с разных точек немного. С одинаковой прям в идеальной не получилось. Но ничего здесь особенного не видно. Это слишком низкоконтрастный пример, чтобы по нему судить. Поэтому видно то, что проблемы вот с линзами, про которые я в видео говорил. То, что непонятно, что с ними, то ли они повреждены. Ну, выглядит, во всяком случае, так, как будто они повреждены. Но это считать не имеет смысла, потому что это первый, собственно, шуталт, в котором это проявилось. А вот снимок, который мы делали в пейзажной ориентации. И опять же, вот этот косяк с линзами сразу бросается в глаза справа, то есть на LG. А вот что касается детализации, то тут достаточно все неоднозначно. То есть, ну, на мой взгляд, здесь, конечно, преимущество на стороне LG. Но непонятно совершенно, почему Samsung сделал такую мутную картинку. Возможно, это какой-то косяк автофокуса. Видно, что здесь слишком сильно размыт фон. Да, вот на втором дубле здесь получше видно. Все-таки, наверное, там именно промах был с автофокусом, хотя непонятно с чего бы того. Ну, в общем, да, ну, видно то, что если мы уменьшим до 12 мегапикселей картинку LG, то все станет сразу на свои места. Ну вот, я смасштабировал картинку до 12 мегапикселей от LG, и совершенно очевидно видно то, что вот, например, вот эти вот моменты, где... Видно, что плитка на дороге здесь проработана лучше, конечно, чем здесь. Также вот видно отдельные рамы в доме. Здесь они уже слишком сильно замыты. Ну и в целом детализация больше. Не на много, конечно, там это не какая-то колоссальная разница, но все-таки разница есть. А вот та фотография, которую мы снимали с рук прям вот один к одному. Тоже видно, конечно, эти отвратительные полосы. Ну, здесь я уж ничего не могу с ним поделать. Опять же, детализация, когда смотришь один к одному, примерно одинаковая. Да, здесь больше шумов, но надо сказать то, что LG определила эту сцену как с контровым освещением, и поэтому он поставил режим HDR. Да, это не досмотр именно прошивки. Ну, в тенях, да, в тенях получилось более шумно. Но, с другой стороны, здесь и деталей больше. Например, вот здесь вот мы увидим что-то хотя бы, а на снимке Samsung здесь уже детали теряются. Хотя и там, и там их все равно не так уж и много. Да, в общем, опять же, если мы опять ресайзнем до 12 Мп, разница будет очевидная. А в таком положении, ну, просто она более шумная получилась. На прошлой фотографии LG почему-то определила сцену корректно, а вот именно на этом снимке получилось так, что он снял в HDR, поэтому снимок видится более шумным. Детализации в снимках именно LG больше, на мой взгляд. Не критично, но надо признать, что больше. Samsung отработал неплохо, но, честно говоря, улучшений по сравнению с предыдущей моделью я не вижу, потому что Samsung Galaxy S6 и LG G4 и так шли примерно назря в наздрю. Ну, собственно, на этом и все. Ну, ладно, с вами был Argument600. Подписывайтесь на канал, заходите в соцсети. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok